В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Дмитрий Горбачёв, эксперт по работе с болельщиками. Дмитрий, здравствуйте. И вот расскажите, наверное, в первую очередь, как вообще это происходит, как вы работаете с болельщиками? Работа происходит по-разному. Я сам из фанатской среды. Для меня люди, которые приходят на футбол, это мы очень достаточно близкие, знакомые, кого-то я знаю, друзья. Я знаю их нужды. Поэтому мне как-то работать с ними достаточно легко. Но всё зависит, конечно, от результатов клуба. То есть, если клуб хорошо играет, то болельщик идёт, клуб играет средний, болельщик уже думает идти и не идти. Если играет плохо, то само собой не идёт. Но это, опять же, так же, как и в театр. Хорошее представление. Человек идёт, болельщик. То есть, зритель идёт плохой, а зритель не идёт. Поэтому работа происходит по-разному. Там и различные конкурсы, или там какие-нибудь ролики с приглашением. Ну, в принципе, это уже как... Велосипед не надо изобретать. Это уже во всём мире. Везде всё одинаково. А болельщики – это всегда разные люди или это определённое количество людей, которые в клубе состоят? Болельщик разный. Есть даже сленг, как распределяют. Есть ультрас, фанаты, там, животы. Это вот мужчины с крупными животами пивными, которые сидят на центре, на центральных секторах и поддерживают клуб. Там люди просто семечки щёлкают. Как у нас на юге происходит. У нас на Краснодаре, Ростове, да, у нас очень любят полосгать семечки. Ну, вот. Да, болельщики очень разные. Как правило, это, особенно если за воротами, это рабочие. Ну, так было. Сейчас, конечно, многое изменилось. Ну, фанатские места. Вот в Европе, да, это, как правило, рабочие с окраин. Вот. То есть, никто не мог себе позволить купить дорогие билеты на центры. У нас фанатские места за воротами, это уже всё-таки, как правило, молодёжь. Потому что люди, которые взрослеют, они уже больше зарабатывают и уже не хотят там сидеть с мелкой, с молодёжью. Они ждут семьями на центре. То есть, немного у нас отличается от Западной Европы, даже от Восточной. А у вас существует распространённое мнение, что фанаты футбола, болельщики, да, это абсолютно неконтролируемые, агрессивные люди. Вот. Как обстоят дела на самом деле? Так ли это? Ну, поймите, вы же сами журналисты. Походят, хорошо продаётся. Вот телеканал, ну, какой-нибудь такой, который быстро пытается показать новости. Вот если покажешь, что фанат, вот у нас фанат, недавно задавали, ну, не будем говорить, какой клуб, задавали недавно кровь. И на сдавную кровь там выдают деньги, ну, высококалорийный обед. Они на эти деньги собрали, купили спорт, инвентарь, школу-интернат, вот у нас есть на новый. Вот. И потом хотят отвезти этих детей на скольный футбол. Показать детишкам. А дети, это не просто школа-интернат, а это дети от следующего развития. То есть это там, ну, там, по сравнению с сверстниками на годы, на три, на четыре. Вот. А это же никто не покажет особо. Вот если где-то кто-то подерётся, это сразу покажут, потому что сразу срочно. Плохой хорошо продаётся. Ну, а то, что это фанат такой плохой, ну, по-большому спредлив. Ну, я по этому поводу не переживаю. Ну, мы с выборами своё такое. Кто-то плохой, да, кто-то хороший. Ну, дерутся. Ну, раньше кулачные бои были с смертельным исходом в царское время. Ну, ничего. Мужчина должен драться. Он должен как-то учиться защищать себя, семью, женщин, там, детей. Но всё-таки, наверное, не на футбольном стадионе. Вот сейчас на футбольных стадионах особо не дерутся. Это очень редкость. Вот в 90-е, да, 90-е были. Да, Раменское, Нижний Новгород, Новороссийские были, Воронеже, драки были, да. Вот в Раменское было, честно помню, в 99-е или 2000-е годы. Прямо очень крепко, кресла летели очень хорошо. Сама на дрове очень сильно, в Питере были драки. Сейчас это ушло. Сейчас уже всё ушло в лес. Сейчас уже дерутся уже в лесу. Ну, как кулачные бои. Договариваются, там, словом, 10 на 10, там, 200 на 200, там, 500 на 500. То есть такая, стенка на стенку, подрались руки, пожали или не пожали, поехали по домам. Дмитрий, а расскажите, как вообще так получилось, что вы стали руководителем клуба футбольных болельщиков? Наверное, организаторские способности, то есть могу мотивировать людей. То есть поддержать, идеи хорошие есть у меня. Ну, я руководитель клуба увидела это, предложила. Конечно, у нас достаточно сложные, даже не финансы, финансы, как бы у всех сейчас достаточно сложные, а вот именно по результатам. То есть был всплеск очень хороший, когда клуб выиграл на всю страну, даже транслировали по центрам телевидения футбольных, два матча подряд у нас на клубах России. А потом шло, заняли второе место, потом более-менее третье, а в этом году совсем плохо. То есть зритель у нас избалован, близится к Москве, то есть поехал, посмотрел, в Москве хороший матч, а зачем ходить? Так что не идет у нас болельщик, к сожалению, так как хотелось бы руководству, дымненько хотелось. Но, тем не менее, 2018 год – это год Чемпионата мира по футболу. Рязанские болельщики будут участвовать в этом глобальном спортивном мероприятии как-то? Как вам объяснить? Все-таки в этом году будет обкатка Чемпионата мира, будет Кубок конфедерации, где будут участвовать 8 команд. Чтобы попасть на Кубок конфедерации или Чемпионат мира, который будет в следующем году, нужно подать заявку на сайте FIFA и тогда уже купить билет. Раньше было намного проще. То есть отправишь заявку коллективную, там условно 50-100 билетов. То есть оплачиваешь и получаешь билеты, и организовываешь на транспорте, на автобусах, на каких-то автомобилях. Сейчас это сложнее. Сейчас нужно отправить заявку самостоятельно. То есть на билете будет написано имя, фамилию, латинице. То есть даже на Кириллице, латинице. Паспорт болельщика будет. То есть все из-за безопасности. Помимо того, что камеры, чтобы отследить, если какой-то будет правонарушитель, чтобы отследить, именно на каком это месте было и кто именно совершил. Ну, в связи с теракторами, терактами, да и безопасность, чтобы не было беспорядков на матчах. Потому что то, что происходило, словом говоря, в Польше, в Англии, ну, это не в Англии, а во Франции, показало то, что даже если на билет написано имя и фамилия, то есть это не дает безопасности. То есть все-таки они хотят паспорт болельщика. Ну, не знаю, как это сработает. Я думаю, что никаких беспорядков не произойдет. Надеюсь, что терактов не будет. Но я не думаю, что это за паспорт болельщика. Я думаю, что все-таки просто самая система безопасности будет отлажена. Ну, как и подобает. Как и в Сочи было на Олимпиаде, где сегодня ничего не случилось. Так, и здесь будет все хорошо. Ну, уже стощает, но это безопасность. Ну, и добавляет сложности, конечно, болельщика. Так и выявятся настоящие фанаты. Да нет, даже не фанаты. Фанаты, поймите, что фанаты отличаются болельщиками серьезно. Болельщик, он хочет получить зрелище. То есть он как вот идет на очень такое топовое мероприятие. Вот как вот на концерт, в театр, в цирку тот же самый, на бокс. А фанат, ему все равно, какая команда играет, с кем она играет. Он поет в другой город, в другую страну. Вот, будет у нас на Марсе, там, выездный матч, условно говоря, и на Марс полетит. Болельщик отличается этим от фанатов. У нас город достаточно близко к Москве расположен. То есть болельщики будут приезжать к нам, а здесь будет запущена специальная программа. Вот, насколько знаю, да, будет специально организованная инфраструктура, гостиницы. И как вы думаете, вообще вот город может спать спокойно, приезжие болельщики не нанесут ущербу, порядку? Нет, это я абсолютно исключаю. Потому что в Россию, я думаю, ни из ультрас и агрессивных фанатов никто сюда не приедет. Ну, в небольшом количестве, если только большое количество восточных и восточных европейских стран попадет. Даже Польша, Венгрия, Австрия, даже Греция, да и то, я думаю, турки теоретически могут. Могут, что еще? А то, что иностранные болельщики, так они здесь ничего не сделают. Они сюда привезут валюту в наш город. Они будут здесь тратить, тратить, потому что стоимость жилья в Москве будет очень дорогая. А зачем жить в Москве? Это я простой пример приведу. Мы издали в Польше на чемпионат Европы в 2012 году. И Россия играла в двух городах. Первый матч мы играли, Россия играла в Вроцлаве, а два остальных играла в Варшаве. И мы не жили ни во Вроцлаве, ни во Варшаве. Мы жили в городе Локс, прям был посередине. Там было очень дешевое жилье, очень дешевое питание. Там был даже зоопарк. Там очень крупный, один из самых крупных торговых центров в Европе. Мы знаем крупные мануфактуры, которые сделали в торговых центрах. А зачем жить в Москве, когда можно поехать в Рязань? Посмотреть российскую глубинку. У нас есть очень хорошие места. Дешевая гостиница. Никакой шумихи. Все спокойно. Пожил, отдохнул, поехал на футбол, обратно вернулся. Я считаю, что это наоборот. Надо привлекать. Люди приедут с валютой. Они остаются здесь. Все развивается инфраструктура, гостиницы, питание. Я думаю, это неоспорим, что вы болельщик. Расскажите, что это для вас значит? Моя жизнь. Да, это жизнь, которую я не представляю без этого. Потому что спорт, я, конечно, не спортсмен, но я очень люблю профессиональный спорт. Я даже не представляю, как бы моя жизнь появилась по-другому. Кем бы я стал. Я думаю, лучше бы я не стал точно. Вот хуже мог стать. А вот лучше навряд ли мог стать. А сколько приблизительно матчей посетили? Ох, не могу вам сказать. Он за сборную ездил в Финляндию, в Польшу, во Францию. Так помогу. Всю Европу искрестил. В России тоже очень много. Но самое дальнее, наверное, это Пермь. Дальше Пермь я не ездил на восток. Юг, да, это, наверное, Сочи. Ну, а там, наверное, Финляндия. А какие ощущения на матче? Ну, когда проиграешь, когда команда проиграет. Да и сборная тоже. Тут, наверное, даже от сборной больше разочарование. Даже когда от сборной проигрывает, даже чем клуб, за который ты болеешь. Клуб, говорится, на больше... Он за какой-то... Ну, за клуб же болит не вся страна, да? А когда за страну проигрывает, это очень тяжело. Тяжело, потому что страна проигрывает. Вот когда проигрывает клуб, это еще как-то можно пережить. Ну, то есть, это проще. Вот горе бывает от сборной больше. Да, очень большие последние там результаты. Тяжело. А когда побеждает, да, и такая эйфория. То есть, ты не то, что на седьмом миле. Это вот... Ну, жизнь начинается заново. Заново родилась. То есть, все, море по колено. То есть, ты можешь там пьяный, там, не знаю, где-то пробежать. Пройти, там, бассейн, там, выпить, там, или наоборот, вот так в бассейн лежать. Ну, вот перед чемпионатом мира какие предвкушения? Тяжело. Вот из-за этого кризиса немного люди остывают. Вот вспомните, наверное, Олимпиаду, как католист к Олимпиаде. Таких приготовлений нет сейчас. Люди остыли. Не хотят сейчас уже таких зрелищ. Больше не хотят покушать. Покушать. Хорошая дорога, хорошая медицина. А это все уходит на чемпионат мира. То, что приведут, это приведут. Дороги построят, аэропорт построят, гостиницы, все будут. Россия выступит тут достаточно слабо. Это можно к этому уже быть эмоционально, морально, готовым. Нет у нас, к сожалению, сборной готовой выступать полноценно, полностоящим профессиональным чемпионатом мира, даже на Кубке конфедерации. Нет у нас пока игроков. Но это со временем пройдет. Сборная у нас будет. Но чемпионат мира у нас недостаточно. Ну, с надеждой умирать, как раз последняя, но все об этом говорят. Да и про результаты сейчас видно, что нет пока сборной. Ну, главное, даже не от этого. Главное, чтобы народ воспринял бы, что это все-таки праздник. Это хочется, чтобы болельщик. Потому что это, бог с ним, что там деньги тратятся. Чтобы болельщики все-таки почувствуют, что это праздник. А праздник, конечно, без результата сборной редко получается. Все-таки нужны победы. Когда победы, болельщик удушевлен. Нет побед, ничего не надо. Ну, а как вы вообще думаете, наша сборная по футболу когда-нибудь научится круто играть в футбол? Так она же хорошо играла в, скажем, в каком году-то? В восьмом году в Австрии, в Швейцарии. Не давно достаточно. Ну, 9 лет назад. Ну, тоже как-нибудь. Что такое круто? Сборная Советского Союза тоже никогда круто не играла. Ну, так вот. На чемпионат Европы, да. Мы хорошо играем на чемпионат Европы. Как советскую периоду взять, мы хорошо играем на чемпионат Европы. Ну, не может наша сборная сейчас играть. Не может. Смена поколения. Поколение не выросло. Ну, деньги портят молодых игроков. Взять тот же пример Польши. Они тоже достаточно... Вот я разговариваю с местными болельщиками. Они как говорили про свою сборную польского Курова. Ну, то есть матом на свою сборную. И я говорю, да. Они совсем серьезно. Они не воспринимали свою сборную. Они за нее даже не болели. А потом это все прошло через два года. Ну, через два года. Вот. После чемпионата Европы они достойно вышли в этот финал. Очень хороший результат показывают. То есть выросло поколение на новых стадионах. Детишки выросли. Они уже без... Новый стадион привлекает детей. Говорит, на новый стадион, который строится сейчас в России, придет поколение детей, которые с горящими глазами, которые захотят. Им уже как бы даже и понятно, без денег они захотят играть. Спасибо, Дмитрий. Желаю вам, чтобы обязательно получали удовольствие. И не только от чемпионата мира предстоящего, но и от прочих матчей. А нашим телезрителям напомню. В гостях у меня сегодня был Дмитрий Горбачев. Эксперт по работе с болельщиками. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова